Одним из основных вопросов сегодняшней сессии Государственного Совета стало утверждение проекта республиканского закона об исполнении бюджета Чувашской республики за 2013 год. Документ депутатам представила министр финансов Чуваши Светлана Енилина. Отчет слушала и наша съемочная группа. Бюджет прошлого года был изучен депутатами достаточно досконально. В течение прошлого года несколько раз сносились изменения, а уже в этом прошли публичные слушания. Доходы казны в 2013 году превысили 35,5 миллиардов рублей. Рост к уровню 2012 года 7%. Увеличились поступления в казну от налогов на доходы физических лиц, прибыли организации и на имущество. А вот доход от акцизов снизился. Расходы республиканского бюджета исполнили в объеме 36 миллиардов 791 миллион рублей. На 95,5 процентов плановым назначением. Неосвоение 1 миллиард 738 миллионов рублей. Из них 519,2 миллиона рублей не до поступления безвозмездных сигнований. В том числе 507,6 миллионов рублей от государственной корпорации фонда содействия реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с отсутствием фактически выполненных работ. Средства на эти цели в 2014 году уже стали поступать. Были также средства, которые не поступили по линии Минздрава и Минстроя. А некоторые трансферты пришли 31 декабря, когда освоить их было просто нереально. Все эти деньги будут использованы уже в этом году, а значит войдут в отчет за 14-й. Оценку бюджету дала и контрольно-счетная палата Чувашия. Была проведена проверка исполнения бюджета и дано заключение. Исполнение бюджета происходило на фоне как роста, так и снижения основных показателей прогноза социально-экономического развития. Реальные денежные доходы населения в 2013 году увеличились на 5,6% пункта. Индекс потребительских цен снижен на 0,5% пункта. Вместе с тем, недостигнуты прогнозируемые темпы роста промышленного производства, отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами, производства продукции сельского хозяйства и инвестиций в основные капиталы. Представители партии как поддерживали, так и критиковали бюджет. И в основном упор они делали на болевых точках, о которых открыто говорят в правительстве республики. Комментируя отчеты, они высказывали и предложения формировать бюджет, ориентируясь на развитие промышленности и привлечения инвестиций. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.